224 года назад, 1 декабря 1792 года, родился Николай Лобачевский, российский математик, создатель НИИ Евклиды в геометрии. И, конечно же, в свое время ректор тогда еще императорского Казанского университета. По этому поводу в стенах Казанского федерального университета пришли мероприятия, посвященные дню рождения великого математика. Самые разные мероприятия, разные направленности, начиная от проведения олимпиады по математике, посвященной дню рождения Николая Ивановича Лобачевского, будут международная научно-практическая конференция, посвященная Николаю Ивановичу Лобачевскому и его трудам. Сегодня будет грандиозный праздничный концерт, посвященный Дню математики в Казанском федеральном университете и дню рождения Николая Ивановича Лобачевского. Одним из мероприятий в этот день стала Павловская олимпиада по математике. Участие в ней приняли не только студенты КФУ, но и студенты из Омска, Нижнего Новгорода, Элисты, Волгограда и многих других городов нашей необъятной страны. А также прошла третья международная конференция научно-практических работ студентов в Лобачевске 21 век. Участники представили свои исследовательские работы в пяти номинациях. Лучшая научно-исследовательская работа, лучшая поисково-исследовательская работа, лучшая прикладная работа, лучшая эссе, номинация с присутствием исторического экскурса, лучшая методическая работа. Масштабное празднование пришло не только в стенах Казанского федерального университета, но и в лицее имени Николая Ивановича Лобачевского. Именно там прошел уже традиционный математический марафон, организованный для учащихся седьмых и восьмых классов. Имя Николая Ивановича Лобачевского стало брендом для нашего лицея в 2004 году. Мы очень стараемся чтить память великого математика и следовать интересным и важным традициям математической школы Казанского федерального университета. Вот, наверное, почему мероприятие, посвященное Дню рождения Лобачевского, математический марафон, стало доброй, интересной, важной и увлекательной традицией для нашего лицея. Учащие должны были представить свой класс и показать свои знания в математике. Специально для них были подготовлены самые различные площадки. Где-то им приходилось быстро считать в уме, а где-то проявить свои знания в биографии великого математика. Позже состоялось возложение цветов в бюст у Николая Лобачевского. На это памятное мероприятие собрались не только сотрудники, но и учащиеся лицея Лобачевского.